Валерия Рашкина, Андрея Гребенника и Игоря Суханова Валерий Рашкин, в связи с этим, дал интервью телеканалу Дождь. Напоминаю, эта смене давно признана иностранным агентом. Интервью, кстати, не очень большое, 20 минут. Его легко на данном канале посмотреть. Ролик называется «Лучше зачитаю». Миллионы выйдут по всей стране. Валерий Рашкин о борьбе за итоги выборов. В этом интервью я хочу обратить ваше внимание на один момент. Рашкин подчеркнул, что экономическая ситуация в стране стремительно ухудшается, особенно в связи с локдауном. А значит, и положение людей будет становиться все хуже. И куда им идти? Особенно тем, кто останется без работы. Или умирать. И да, люди начнут выходить на улицы, и на улицы выйдут миллионы. Вот как он об этом сказал. Но время течет, все изменяется. И ситуация социально-экономическая в России может резко измениться, особенно после этого локдауна. Когда масса сократят количество работающих и малых предприятий, и средних, и просто обанкротят. Вот ближайший локдаун, мягкий, жесткий или какой, короткий, длинный, но я знаю, что эти малые и средние предприятия просто обанкротят. Куда идти людям? У вас запрещено будет выходить на улицу. А они что, умирать будут? Выйдут? Никуда они не денутся? Выйдут. Я не знаю, как будет себя действовать власть, если миллионы. И по всей стране, и не только в Москве, выйдут на улицы. Это пока непонятно, как это произойдет. Пока миллионов не было на улице, и не ясно, как вдруг они на ней появятся. Абсолютно надеюсь, что это будет. Что миллионы выйдут на улицу, вы надеетесь? Я надеюсь... Что здесь можно сказать? В публикации Бондаренко «Все не так плохо, народ просыпается, все вернее» я уже подчеркнул, что я поддерживаю мнение Николая Бондаренко. Мнение о том, что настоящая протестная активность народа еще впереди. И впереди она еще, потому что интернет все вернее побеждает телевизор. И думаю, это очень важный момент. К словам Валерия Рожкина, нужно существенное дополнение. В целом я согласен, что ухудшающаяся экономическая ситуация, безусловно, стимулирует протестное настроение. Но здесь есть одно «но». И очень серьезное «но». Даже ухудшающаяся экономическая ситуация здесь не главное. Главное сегодня уже стало не борьба телевизора с холодильником, а борьба телевизора с дисплеем. И не важно дисплеем чего – смартфона, компьютера или планшета. И уже видно невооруженным глазом, что телевизор кругом эту борьбу проигрывает. И что самое главное – номенклатура здесь ничего не может сделать. Причина проста. На стороне дисплея, а точнее независимых СМИ и блогеров – правда. А против правды, с позиции ноосферного мировоззрения, сторонником которого я являюсь, есть только одно эффективное оружие – блокада информации. Но номенклатуре сегодня не по плечу ее установить. Ей не по плечу отключить интернет или ввести в нем жесткую цензуру. И именно это – главный фактор, стимулирующий протестную активность. Правда в этой ситуации имеет даже большее значение, чем голод, который грозит все большему количеству жителей нашей страны. Ноосферное мировоззрение конспирологическое, о нем так просто не прочитаешь. Но я уже начал рассказывать о нем в цикле роликов о моем научно-фантастическом романе «Темное пламя». Три первых ролика этого цикла я объединил в один, и он будет на конечной заставке. Плеерис «Темное пламя» также будет на конечной заставке. Правда, я там еще не начал разговор об информационной блокаде. И обо всем значении правды, равно как обо всем значении ее замолчивать. Но думаю, что такой разговор у нас обязательно будет. И очень плохо, что Валерий Рашкин этого не понимает. И недооценивает значение того, что интернет помогает услышать правду очень и очень многим. Этого, кстати, не понимает не только он. Для того, чтобы убедиться в этом, достаточно только взглянуть на активность некоторых политиков на Ютубе. На канале того же Валерия Рашкина сегодня только 33 тысячи подписчиков. И это при том, что он первый секретарь Московского городского комитета КПРФ. На канале его ближайшего помощника, молодого депутата Госдумы коммуниста Дениса Парфенова, аж 8 тысяч подписчиков. На канале Григория Явлинского 63 тысячи подписчиков. Хотя казалось бы, что уж он, как грамотный человек, должен такие вещи понимать. У многих блогеров на каналах подписчиков в разы больше, чем на официальном канале КПРФ. То есть политики сами не используют те возможности, которые сегодня предоставила им жизнь. И не используют они их только потому, что не понимают всего значения их потенциала. Кроме того, многие люди верят в номенклатурную демагогию, которая звучит так. Нужна активность на улицах, а не в социальных сетях. Интересно, чем одно другому мешает? Все ведь ровно наоборот. Значение независимых СМИ и блогеров для объединения и информирования людей, а значит и для повышения их активности на улицах, невозможно переоценить. И настоящие политики всегда это прекрасно понимали. Достаточно вспомнить, например, какое значение Владимир Ильич Ленин придавал газете «Искра». Прекрасно понимали это не только политики, но и другие незаурядные люди. Например, на мой взгляд, эту мысль очень удачно сформулировал Александр Сергеевич Пушкин. Он ее сформулировал так, лучше зачитаю. Никакое богатство не может перекупить влияние обнародованной мысли. Однако, думаю, если номенклатуре, конечно, каким-то чудом не удастся ввести цензуру в интернете, все будет изменяться. И изменяться быстро. Понимание этой простой вещи будет приходить не только к политикам, но и к простым людям. И количество независимых СМИ и блогеров, думаю, будет расти. Ну а не блогерам, а просто подписчикам, читателям и зрителям наших каналов, думаю, будет правильным, если понравился ролик. Ставить лайки, подписываться на канал, делиться роликом в социальных сетях и на других ресурсах, писать комментарии и смотреть мои аналогичные ролики. Какие именно вы видите на конечных заставках. Уверяю, эффект от этого будет. Поскольку правда, наверное, самая большая сила в нашем мире.